Благослови, Душа моя, Господа, благослови неси, Господи. Во время «Она» приступивши ученицы к Иисусу глаголюще. Кто уба боли есть в Царстве Небеснем? И призвав Иисус отрача, постави ебо среди их и рече. Аминь глаголю вам. Аще не обратитеся, и будете, яко дети, не внитьте в Царство Небесное. Иже, бо смирится, яко отрача сие, то есть боли во Царстве Небеснем. И иже, аще приимет отрача такового имя Мое, Мене приемлем. А иже, аще соблазнит единогамалых сих верующих мя. Уни есть ему, да обесится жернов осельски на выи его, и потонет в пучине морсти. Горе миру от соблазн. Нужда бы есть прийти соблазн. Абачи горе человеку тому, им же соблазн приходит. Аще ли рука твоя или нога твоя соблажняет тебя? Отси цию и вверзи от себе. Добрейшите есть в нити в живот хрому или бедну, нежели две руцы и две нози и мущу вержуны бытьи во огнь вечный. И аще око твоя соблазняет тебя, и змие, и вверзи от себе. Добрейшите есть соединим оком в живот в нити, нежели две отцы и мущу вержуны бытьи в гиену огненную. Блюдите, да не прездите единого от малых сих. Глаголю бы вам, яка ангели их на небесех, выну видят лице отца моего небесного. Прииди, Бо, Сын, человеческий взыскати, и спасти погибшего. Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержен в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержен в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих. Ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Вот такое Евангелие, дорогие братья и сестры, в сегодняшний день слышим мы с вами. Итак, наш сегодняшний евангельский отрывок начинается со слов учеников, обращенных к их Учителю, ко Христу. Они спрашивают Христа о том, кто же есть Больший в Царстве Небесном. Но стоит, наверное, понимать, что один этот вопрос, который задают ученики Христу, указывает на то, что они до сих пор не имеют никакого представления о том, что же такое Царство Небесное. И здесь Господь сам говорит им, если не обратитесь, если не обратитесь, то есть Он предупреждает их, что они идут не тем путем. Они идут не тем путем к Царству Небесному, но идут путем противоположным. Здесь же мы с вами можем вспомнить вот ту историю, когда Яков и Иоанн, сыновья Зеведеевы, или как говорится в Евангелии от Матфея, о чем мы будем читать в дальнейшем в нашем с вами время, рассказывается о том, как мать Зеведеевых подходит ко Христу и просит Его, чтобы Он посадил одного по правую, другого по левую сторону в Своем Царстве. То есть это в очередной раз характеризует то, что ученики до конца не понимают, и не имеют представления о том, какое же Царство пришел установить или дать этому миру Господь Иисус Христос. Но Христос действует здесь очень премудро. И вот здесь Он поставляет среди них малое дитя и говорит следующее. «Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает». И так оказывается, для того, чтобы войти в Царство Небесное или для того, чтобы стать гражданином неба, гражданином Царства Небесного, нужно стать ребенком. И вот какие же здесь, скажем так, характерные черты выделяет Господь вот в младенце, которые, может быть, и которых, скажем так, так часто не хватает уже человеку взрослому, человеку, познавшему и узнавшему этот мир. Ответить на этот вопрос очень легко, если мы рассудим и увидим, скажем так, в христианском понимании, какие же черты ребенка, дитя станут полезными всякому христианину. Во-первых, здесь Господь указывает на скромность ребенка. Ведь, скажем так, скорее всего, именно эта идея является, скажем так, центральной темой и центральной идеей всего этого евангельского рассказа. Именно скромность. Ребенок не старается выйти вперед или выставиться вперед. Напротив, он пытается стушеваться позади, позади взрослого, позади старшего и никогда не выставляет наперед своих каких-то, как ему может показаться, или кому-то другому сверхкачеств. Он не стремится занять выдающееся положение, скорее, напротив, хочет остаться в неизвестности. Да, вот такая черта, и эту черту ценит Господь и хочет, чтобы она присутствовала в каждом из нас. Ведь гордость, можно сказать, что тоже побеждается скромностью. Человек гордый всегда хочет показать самого себя, свое «я», свое превосходство над другим. Напротив, человек, который поборол себе эту страсть или этот грех, он имеет совершенно другое качество своего сердца. И это скромность. Скромность, которая не дает буйству страстей. Второй момент, на который можем обратить здесь наше внимание, это зависимость. Ведь ребенок всегда понимает и чувствует свою зависимость от родителей, от взрослых, что без воли, без благословения родителей ничего не может совершиться здесь, и в его жизни в том числе. Вот и это же чувство, и это же качество хорошо, если присутствует в каждом уже взрослом человеке в отношении Бога, наша зависимость. И знаете, эта зависимость, она не определяет нас, людей, как маломощных, как немощных, в плане какой-то ущербности, как это может показаться. Но наша зависимость, то есть в полной мере понимание, осознание своего места здесь, в этой жизни. Ведь, опять же, смирение есть не что иное, как принятие всего того, что Бог определяет нам в этом мире. И смирение, оно также связано со скромностью. И понимание зависимости нас от Бога тоже связано со скромностью человеческой. Ведь мы не говорим, что я достиг всего, или я хочу и могу справиться с этими жизненными обстоятельствами или препятствиями, например, которые могут возникать на моем жизненном пути. И, напротив, я, осознавая свою неполноту и невозможность преодолеть что-то, отсутствие всевозможных сил, принимаю и понимаю свою зависимость от Бога. Да, я зависим от Него. И мы называем себя, христиане называют себя рабами Божьими. И это нисколько не уничижает человеческого достоинства, как кто-то может сказать. И, напротив, мы радуемся, что мы являемся рабами Божьими, но не рабами греха. И третий момент, конечно же, это доверие. Ведь ребенок, он всегда на все 100% доверяет своему родителю. И он знает, что родители для него есть высший авторитет. Вот хорошо бы и каждому человеку иметь такое же качество его души, как доверие к Богу. Знать и понимать, что Бог употребляет для нас самое лучшее. И даже когда в нашей жизни совершается что-то плохое, мы должны доверять, помнить о том, что Бог делает это все ради нашего блага. И это, наверное, самый лучший способ и самая лучшая ситуация, которую может дать нам Бог сейчас для нашего с вами роста. И дальше давайте еще наше внимание обратим на следующие слова Христа. Господь говорит, что если кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и бросили в море. И он бы утопился. То есть горе через того человека, через которого приходит соблазн в этот мир. И здесь подчеркивается очень важная мысль, что страшно то, когда человек учит другого грешить. Иудеи считали, что самый непростительный грех как раз-таки учить грешить других людей. Потому что, ну, если совершая какой-то грех я, этот грех может прекратиться. И последствия моего греха могут прекратиться. Но если я научил грешить другого человека, то эти последствия теперь никогда не остановятся. И грех будет, как снежный ком, все становиться больше и больше, который скатится с горы. И превратится, скажем так, в бесконечную цепь грехов. Поэтому научить человека или соблазнить другого человека, вот в чем огромный грех, который человеку очень сложно будет искупить. И без сомнения здесь же подчеркивается нам то страшное наказание, которое последует человеку, который совершает такого рода преступления. Ну и последнее. Вот с 8 по 9 стих включительно. Господь говорит о том, что если рука, нога или глаз твой соблазняют тебя, отсеки руку, отсеки ногу, вырви глаз и брось его вон. Потому что лучше тебе быть в Царстве Божием без глаза, без руки и без ноги, чем, имея все, быть вверженным в гену огненную. Понятно, что эти слова не нужно понимать буквально. Здесь иносказательный смысл, и он отображает там очень, скажем так, простую вещь. И она заключается в том, чтобы избежать Божьего наказания, лучше пойти на любую жертву и на самое любое самоотречение. Но лучше быть в Царстве Божием. Вот такое Евангелие, дорогие братья и сестры. В сегодняшний день слышим мы с вами. Мы читали Евангелие от Матфея, 18 главу, с 1 по 11 стих. Ну а я с вами на этом сегодня прощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч и храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok